Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о перспективах продолжения самого крупного со времен окончания Второй мировой войны военного конфликта в Европе. Но разговор о перспективах невозможен без разговора о причинах. Я не буду говорить про причины экономические или политические, об этом сказано уже много. Но почему-то почти ничего не сказано о причинах социальных. А ведь именно неверное представление западных социологов о русских является одной из причин этого конфликта. Мы хорошо помним, что в самом начале конфликта западные политики всерьез рассчитывали на массовые антивоенные протесты в России и, основываясь на этом, принимали свои политические решения. Аналогичные надежды они питали и после объявления частичной мобилизации в России. Экономическая разруха конца года должна была, по мнению западных политиков, вывести на улицы миллионы разгневанных россиян. Западные политики, продолжающие накачивать Украину оружием, стремящиеся затянуть этот конфликт как можно дольше, исходят из все тех же надежд на новую революцию в России. Но как я и предполагал в своем прошлом обращении, частичная мобилизация имела обратный эффект. Она избавила русских от последних иллюзий. И лучше любой пропаганды доказала, что идет война на полное уничтожение России. Пусть пока и в гибридной форме. И теперь это касается каждого россиянина. Вам не расскажут об этом в ваших медиа, но сейчас вся страна работает на фронт. Бабушки дома вяжут теплые носки для бойцов. Пекари пекут хлеб. Швеи шьют военную форму. Добровольцы мастерят печки для обогрева, медицинские носилки и другие необходимые вещи. Такой вовлеченности народа в происходящее в нашей стране не было со времен Великой Отечественной войны. И этот фактор вовлеченности будет определять политику России на десятилетия вперед. Потому что теперь русский народ воспринимает ее как свою и не позволит завершить на невыгодных для себя условиях. Так почему же западная социология не смогла просчитать такой ход развития событий? Не нужно прикрываться фразами о загадочной русской душе. Загадочного в происходящем ничего нет. Напротив, история повторяется раз за разом. У меня есть предположение. В какой-то момент Запад стал втягивать в себя огромное количество бежавших из России обанкротившихся интеллигентов, которые не смогли реализовать себя на родине. Их объединяла ненависть к Путину, ненависть к России, ненависть ко всему русскому народу. Но они нужны были Западу для формирования антироссийского нарратива. Эти не самые умные и не самые порядочные люди стали проникать на важные посты. Они становились редакторами крупных изданий, профессорами университетов, советниками корпораций и политиков. Когда мы читали их материалы в вашей прессе, мы всегда поражались примитивности их мысли. Но именно за это их и ценили их новые западные хозяева. Эти люди и сформировали представление о России как о колоссе на глиняных ногах, который развалится от первого же толчка. А эти представления легли в основу решений западных политиков. К сожалению, эти люди до сих пор остаются на своих местах и продолжают оказывать свое разрушающее воздействие. А между тем ими движет всего лишь вульгарная ненависть ко всему русскому, желание отомстить России за свои личные обиды и неудачи. Они просто научились делать это за ваше финансирование. Так что же будет дальше? Вы должны понять, что Россия все равно завершит эту войну на своих условиях. И нам уже не так важно, как быстро это произойдет. Психологически мы перестроились и готовы ждать. А никто не умеет ждать и терпеть так, как это делаем мы. Если бы западные политики осознали этот факт, то уже сейчас начали бы готовить почву для мирных переговоров. Но пока этого не происходит. А значит конфликт будет длиться еще очень долго. Субтитры создавал DimaTorzok